Стекло ошибок не прощает. В этом мастерстве, как в ювелирном, важна максимальная точность, кропотливость и четкость действий. Мастер стеклодув Максим Орлов овладел техникой в совершенстве. Уже больше 20 лет создает различные предметы из стекла. От пробирок для химических лабораторий до елочных игрушек. Стеклянный шар с композицией внутри – личная разработка, а петелька стала уже личным брендом. Готовая игрушка отправляется на роспись к художнику. Акриловыми красками наносятся самые разные сюжеты. В Омской крепости это городские мотивы, знакомые места и памятники архитектуры. Здесь стартовал новый проект – новогодние мастерские. В этом году мы пробуем, хотя уже достаточно большое количество мастеров откликнулось на эту идею, и мы своим трудом, сама Омская крепость очень серьезно в это вложилась. Поэтому да, это первый раз, и я думаю, что это вырастет в большой уникальный проект многолетний. Валентина Шост – одна из первых откликнулась на предложение. Она три года расписывает имбирные пряники в различных техниках. Витражная заливка, пряники раскраски, 3D-конструкции – все зависит от теста. Медовое более мягкое и податливое для классических десертов. Козульное на карамели выдержит объем. Из него Валентина мастерит настольные календари и даже камины. «Рецепт у каждого мастера свой, проверенный, как говорится, годами. Мой рецепт, мне чем очень нравится, что в нем очень много специй. Основные мастера кладут имбирь и корицу, а в моих пряниках очень много. В них я добавляю кардамон, гвоздику, мускатный орех, перец и апельсин и лимон. Они очень ароматные. Только, как говорится, из-за запаха и хочется прям съесть. Срок годности имбирного пряника – полгода. Но съесть лучше через два месяца после выпекания. Позже может зачерстветь. Но это легко исправить. Достаточно положить его в контейнер с кусочками лимона и яблока, советует мастер. Теперь готова делиться секретами со всеми гостями Омской крепости. Здесь также кожевинная мастерская, гончарная и денежная кладовые. Изготовить монету совсем просто. По факту это может сделать даже подросток. Ну, ребенку, конечно, надо будет помочь. А так все очень просто. Металл у нас три вида – это латунь, медь и алюминий. В Омской крепости пока пять новогодних мастерских. В планах запустить такой проект и летом, и осенью. Но для начала протестировать формат.